Забиваем кормушку кормом. И вот мы уже готовы продолжить рыбалку. Стараемся как можно точнее попасть в выбранную точку. Очень хорошо. Возвращаем весь наш инвентарь на место. И можно пойти обратно переобуться. Понадеявшись, что больше подобных эксцессов не повторится. Переобуваться лучше, конечно, когда снасти вынуты на берег. Рыба она только того и ждет. Когда вы снимете один сапог, она тут же клюнет. И будете прыгать на одном сапоге оставшемся и ее вываживать. Рыба не хочет третий раз клевать на один и те же ароматы. Придется нам предложить ей что-нибудь новое. Это свидетельство точности попадания. Приблизь, пожалуйста. Вот когда я насаживал на крючок и отправлял туда наживку, на крючке были только опарыши. Как видите, сейчас на крючке оказалась еще и одна кукурузина. Эту кукурузину мы зацепили из нашей же собственной прикормки, в которую она обильно входит. Вот что означает точно попасть в выбранную точку. Опарыши у нас совершенно хорошие. Рыба их чуть-чуть подергала, но ничего с ними не случилось. Поэтому мы попробуем другое сочетание. Например, клубника. Традиционная для ловли крупной рыбы, а также карпа. И, например, анис. Посмотрим, как сработает такое сочетание. Довольно часто рыба ждет просто смены запахов. И достаточно поменять один на другой. И уже будет результат. Кормушка ложится точно в намеченную точку. Посмотрим, как сработают эти дипы. Вот уже были какие-то легкие потычки. Рыбу мы собрали достаточно, на самом деле, в точке ловли. Вот. Вот поклевка. К сожалению, поклевка не результативная. Рыба дернула и тут же бросила на савтку. Наживку. Сейчас немножко подвинем наживку, подождем повторения. Если повторения не будет, это надо выматывать. Потому что, скорее всего, наживка уже разбита. Опарыш. Снова попробуем поменять направленность ароматов. Попробуем вернуться к летней сладко-фруктовой гамме. На сей раз воспользуемся дыней и тутти. Смотрим, что это нам даст. Точно в точку. Ждем, смотрим. Выбираем слабину, чтобы на ветру у нас ложные поклевки не происходили. И ждем поклевку. Тем не менее, результат вот он не заставил себя ждать. Смена запахов. Не прошло и нескольких минут, как у нас уверенная поклевка мощная. И очередная рыба ходит на крючке. О, аж выпрыгнул. Глубина небольшая. Ой, ой. Рыба тоже небольшая, но очень резвая. Выпрыгивает и радует рыболову в упорном сопротивлении. Зачем мы, собственно говоря, и ездим на рыбалку? Так быстро не вымытая. Опять она лезет в камыши. Отцепилась в камышах. Вот у нас сейчас вот здесь вот растет в воде растительность, которая очень-очень сильно мешает нам заниматься вываживанием рыбы. Что мы можем в сцене сделать? Есть такой специальный инструмент, рыболовная коса называется. Мы вот свинчиваем с подсадчика голову, вешаем ее на стойку, а вместо нее к подсадчику накручиваем косу. Теперь у нас инструмент длиной 4 метра, которым мы можем всю эту лишнюю растительность покосить, которая нам мешается. Мы проверяем, что у нас подсадчик не рассоединится, и резкими рывковыми движениями счищаем всю эту траву, которая нам мешает. Под водой желательно. Вот так вот. Вот так вот. Таким образом, 5 минут неспешной работы косой, и у нас с вами расчищен полигон для завода карпа в подсадчик. Накручиваем обратно голову подсадчика вместо косой. И мы готовы к рыбалке. О! Зацепили какую-то хорошую рыбу. Она только и делает, что забирает у меня леску. Может быть, я ее, правда, засек, конечно, не за рот. Потому что что-то я сомневаюсь, что в этом пруду есть такая рыба. Ладно, сейчас посмотрим. Может, это просто бойкая какая-то рыбка, но сопротивляется гораздо сильнее всех предыдущих. Вот что творит. Вообще не идет к берегу. Такое впечатление, что я ее за хвост тащу. Опа! Все, отцепилось. Точно, это была забагренная рыба. И рывки такие были. В ту сторону. Есть. Засекли еще одну рыбу. Это явно правильно за рот засечена, судя по сопротивлению. И какая-то она не очень крупная, потому что относительно спокойно идет к берегу. Тут, впрочем, крупных-то особо и нет. Ну вот встала. То свободно шла к берегу, а теперь встала. Как всегда, с каждым карпом приходится повозиться. Это не плотва, не лещ и даже не карась. Это рыба сильнее. С каждой такой рыбой приходится поработать. Принципы все те же самые. Не форсировать события. Спокойно утомлять рыбу. Когда она утомится, заводите ее в подсачек. Несмотря на то, что рыба не крупная, а сопротивляется, будь здоров. Поэтому все равно довольно-таки долго приходится каждую рыбу утомлять, прежде чем ее можно будет завести в подсачек. Учитывая то, что еще у нас основная леска плетеная, торопиться не стоит. Можно прорезать крючком губу у рыбы. Я на следующее.